Британские собачники в 4 раза чаще последовали рекомендациям по физической активности. Социология медицина 16-12-18 апреля 2019 Сложность 1.1 Британские собачники в 4 раза чаще последовали рекомендациям по физической активности. Lucky No 3, Flicker Британцы, у которых есть собаки, оказались активнее остальных своих сограждан. Наличие животного в 4 раза увеличивало вероятность того, что его хозяин или хозяйка придерживаются врачебных рекомендаций по физической активности, пишут авторы статьи в журнале Scientific Reports. Британские врачи, как и врачи во многих других странах, рекомендуют взрослым людям тратить на физическую активность средней, быстрая ходьба или уборка с пылесосом, или высокой, бег или спортивные игры. Интенсивность не менее 150 минут в неделю. Как отмечается в статье, в США этой рекомендации следует менее 50% населения, а в самой Великобритании 66% мужчин и 58% женщин. Всемирная организация здравоохранения считает, что каждый четвертый человек в мире недостаточно физически активен, а в России его сна считала 20 миллионов малоподвижных взрослых. Российский министр спорта Павел Колобков в прошлом году заявлял, что физкультурой в стране занимаются 36,6% жителей в возрасте от 3 до 79 лет. Положительное влияние собак на физическое и эмоциональное здоровье людей изучается достаточно активно. Например, известно, что общение с ними в детстве снижает риск аллергии на шерсть домашних животных и на пыльцу. Канадские ученые также выяснили, что полтора часа группового общения с собаками снижают стресс у студентов и повышают их бодрость и настроение. Прогулки с собаками полезны для пожилых людей, а совместные занятия физкультуры помогают похудеть и хозяину, и собаке. Кири Остгард из Ливерпульского университета и ее коллеги решили выяснить, во-первых, сказывается ли наличие собаки в доме на всех его жителях, а во-вторых, как соотносится уход за собакой и прогулки с ней с физической активностью в целом, замещают ли они другие виды активности или дополняют. Для этого они оценили физическую активность в 385 семьях в западном Чешире. Всего в исследовании участвовали 191 владелец собак, 455 человек без собак и 46 детей. Всех их опрашивали об уровне их физической активности, а на 28 испытуемых проверили достоверность этих данных с помощью акселерометров. Владельцы собак, помимо прочего, лучше оценивали состояние своего здоровья. Выяснилось, что люди с собаками ходят на более длительные прогулки и в целом проводят существенно больше времени гуляя, о, равно 14,35, то есть вероятность прогулок для собаковладельцев в 14 раз выше, чем для людей без собак. Медианная продолжительность прогулок с собакой составила 248 минут в неделю. При этом прогулки с собакой дополняют другие виды физической активности, на которые наличие или отсутствие животного не повлияло. Собака повышала вероятность того, что взрослый соблюдает норму в 150 минут физической активности, в 4 раза, а 64% владельцев собак проводили только с ними на прогулках более 150 минут в неделю. Дети с собаками также гуляли дольше сверстников без собак. Авторы отмечают, что их результаты сильно отличаются от результатов предыдущих исследований, в том числе сделанных в США. Например, всего 27% американцев гуляют со своими собаками более 150 минут в неделю. При этом среди них 48% владельцев собак против 24% в Великобритании. Возможно, это связано с тем, что американцы чаще отпускают собак на самостоятельный выгул, предполагают авторы. Ученые также подчеркивают, что дизайн их исследования не позволяет однозначно утверждать, что именно появление собаки в доме делает людей более активными. Возможно, более активные по другим причинам люди чаще заводят собак, но некоторое количество таких данных имеется. Наконец, они не советуют брать в дом или дарить кому-то собаку только для того, чтобы быть более активным. Здесь они предлагают учитывать благополучие животных. Если вам нужны аргументы в пользу физической активности, даже час физических упражнений в неделю снижает риск возникновения симптомов клинической депрессии на 12%. Ежедневные часовые физические упражнения умеренной интенсивности нивелируют повышенный риск смерти, связанный с малоподвижностью. Кроме того, физкультура считается основным способом профилактики рецидива рака груди. А неспешная прогулка на 20-30 минут на свежем воздухе помогает снизить уровни двух известных биомаркеров стресса кортизола и альфа-амилазы. Ольга Доброведова